С момента вспышки пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 8 990 человек. С 13 октября в регионе был зафиксирован 91 новый случай заболевания COVID-19. Еще 90 положительных тестов ожидают подтверждения регионального Минздрава. Губернатор Николай Любимов обратился к рязанцам в связи с пандемией коронавируса. С 13 по 26 октября этого года для граждан в возрасте 65 плюс становится обязательным режим самоизоляции. Для людей с серьезными хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома. Во-вторых, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы часть сотрудников, в первую очередь из группы риска. Кроме того, с 13 октября по 9 ноября продлевается особый режим для отдельных организаций соцобслуживания. Театры, кинотеатры, цирк и другие учреждения культуры продолжат работать с 30-процентной загрузкой, а не с 50-процентной, как они работали раньше. Режим повышенной готовности предусматривает сохранение запрета на проведение массовых, публичных, зрелищных и развлекательных мероприятий, в частности на работу ночных клубов и дискотек. Мероприятия необходимо максимально перевести в онлайн формат, либо перенести их проведение на более поздний срок. Временно до особого распоряжения приостановить на территории Рязанской области деятельность организации общественного питания с 23.00 до 9.00 утра, за исключением обслуживания на вынос. Глава региона подчеркнул, что ресторанам, кафе-барам, ночным клубам необходимо строго соблюдать рекомендации для предупреждения распространения инфекции. Но как отнеслись рязанцы к возвращению ограничительных мер? Планируют ли они соблюдать все предписания? Соблюдаю. Вот сегодня только по телевизору услышала, что ограничение. У тебя маски, перчатки, все время надеваете? Да, всегда. И в запасе у меня еще. Я соблюдаю вынужденно. То есть эта проблема преувеличена, изрядно преувеличена. Нужно всем соблюдать. Я, собственно, мало хожу, но сегодня надо мне за лекарством, вот мне уже 83 года, кардиостимулятор у меня, надо лекарство пить. Вот иду в аптеку за лекарством. В середине необходимых санитарных мер остаются соблюдение социальной дистанции, ношение масок и использование санитайзеров. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».